ну да, высказываться не мешает иногда кажется я попаду сейчас в пробку поздновато вышел мне там выходить неохота было больше не выходить, а одеваться было неохота собираться, одеваться, какая возня зимой ну уже вышел, уже лев читал с рукава замерзает перчатки надо надеть, достали уже эти перчатки ну зачем, ну потому что мороз на улице, снег идет да ладно, я потеплю, троллейбус уже сяду, там теплее хотя держаться за эти поручни, может троллейбус ей придется надеть на улице еще так себе, если поручни ледяные придется прямо в шарспорте надеть я наверно уже достал, но я то максимально допустил шаром каким могу но теперь получается, что я в темное время суток вышел на улицу я в лицевой, реально как за полярным кругом стою туда-сюда, выхожу на улицу допустим первый раз за сутки на улице темно, это полярный нож это называется спешка ну и спотивная хреба, можно так сказать наверное видно, что я ни с кем не разговариваю сейчас сейчас прямо в реально время наверное видно, сука, я врать не умею а блять, я еще и ток не взял, потому что не нашел так не знаю, на сколько я опоздал, я не смотрю минут 15 наверное опоздал, 1 на 20 все раньше вышел у меня такие легко было провоцировать всегда реально, что я только застыть перед ней посмотреть на нее, она сразу так оживлялась резко еще мне это так не нравилось да реально ну просто стоило мимо пойти и без этого никак не обходилось чтобы она меня это самое просто ее внимание на себя обратить стоило и без этого никак не обходилось значит опять про нее встал и она встала опять в центре моих прислуживания ну опять с нее я начал и теперь опять вернулся что там на этой улице сейчас посмотрим на этой праздничной улице если я могу пойти сейчас через пахнуло остановку нижнюю гуляться но что домой то быстрее делаю краску еще купить надо тоже не сегодня а не знаю где она отдельно продается в таком количестве тюбики сколько я покупал уже 2 тюбика разных красок то есть не красок, а один ларк купил с блестками ну а как бы я... доволен можно сказать свое премьение у меня находится а вот эта фьюрисцензийжжжжжяя крючга я все это не сказал что она фьюрисцензийжжжжей а как это не особо отличается и теперь ну что белым можно купить в конце концов эта желтая, просто обычная желтая краска ну что же там фьюрисцензия написано да только цвету похожа на фьюрисцензий но любви не заметили Royal S��하면 не заметилаänger можно попробовать efreen на дневном свету попробовать На солнечном. Сейчас особо нет солнца. Так, я сейчас дорогу перехожу. Говорим, я тебя паса когда на дорогу переходишь. Я говорю, она не очищается особо, жёлтая, обычная, кривая. Но надо её испытать на солнечном свету. А я кажется, делал уже так. Возле окна, раз я не сравнивал её с обычной жёлтой краской? Или я только на... Или до окна я дохожу только в тёмное время уже? Да, наверное, так она и есть. До окна я дохожу только в тёмное время. И сегодня уже это, естественно, не получится. Только завтра. Специально, что ли, где-то у него денег вставить? В жёлтую краску представляю. Фảсиолетская, по идее, должна только на солнечном свету фей 140, потому что ультрафиолет в солнечном есть. Его же нету в светодиодах. Его же нету в светодиодных лампах. Обычных, в любых лампах, кроме ультрафиолета. Нет же ультрафиолета, а в солнце есть. Поэтому только в дневном свету. Значит, её хорошо использовать в подставке на подоконник. Дневной свет будет попадать на него, как и украшение на улице носить. Но магнитный холодильник вот не очень, потому что на них солнечный свет не так будет особо попадать. Ультрафиолетовый фонарик можно купить, но только не знаю, что с ним потом делать. Ну, девчон, наверное, суток найти этот фиолет, я не знаю. Так, давайте еще часть, ну. Субтитры создавал DimaTorzok